МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все вокруг кажется скучным и унылым. Мы знаем несколько простых способов, как это исправить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорт – это жизнь. Сделаем баскетбольное кольцо из подручных материалов. Нам понадобится вешалка из проволоки. Сгибаем из проволоки круг. Обклеиваем проволочный каркас цветным скотчем. Теперь нам потребуется веревка. На равном расстоянии привязываем отрезки веревки. Плетем сетку, связывая их между собой. Обклеиваем воздушный шарик скотчем. Вешаем кольцо за крючок. И пусть победит сильнейший! Смотри, какую я нашла гусеничку. Хочешь подержать? Это совсем не страшно. Чтобы сделать такую, тебе понадобится трубочка, палочка, салфетка и лист бумаги зеленого цвета. Из листа зеленой бумаги вырезаем узорный листочек. Отрезаем от салфетки лишнее и сворачиваем ее в трубочку. Фиксируем край клеем. Сдвигаем края салфетки друг к другу. Снимаем гусеницу с палочки. Рисуем маркером головку и украшаем спинку точками. Голову гусеницы крепим к деревянной палочке. Отрезаем кусочек от пластиковой трубочки. Надеваем кусочек трубочки на палочку и крепим к ней хвост гусеницы. Приклеиваем трубочку к листочку. Двигаем палочкой. Гусеница оживает. Выглядит почти как настоящее. Мыльные пузыри – это всегда море позитива и хороших эмоций. Сделаем их своими руками в прямом смысле этого выражения. Нам понадобится мыло и немного воды. Смачиваем кусок мыла водой и намыливаем руку. Делаем кольцо из большого и указательного пальцев. Между ними образуется тонкая мыльная пленка. Аккуратно выдуваем огромный радужный шар. Необычно и очень интересно. А теперь украсим наши бокалы трубочками в виде фламинго. Нам понадобится несколько шиниловых палочек розового цвета и обычные трубочки для коктейлей. Закончить образ изящных птиц помогут яркие декоративные перышки. Конец шиниловой палочки завязываем в узел. Второй край пушистой проволоки обматываем вокруг трубочки. Цепляем перышки. Готовы? Гости точно оценят такую необычную идею. Оставь обычные очки для скучных будней. Сегодня все должно быть ярче, чем обычно. Изготовим очки в виде желтых ананасиков. Нам понадобятся листы желтого и зеленого фоамирана. По бумажному шаблону вырезаем из фоамирана очки в форме ананаса. Увинчиваем ананасики зелеными листочками. Желтую часть очков расчерчиваем черным маркером. К оправе солнцезащитных очков приклеиваем два кусочка двустороннего скотча. Крепим ананасики к очкам. Готово. Ну и про подругу не забудем. Ей для завершения образа как раз нужны очки-клубнички. Летняя жара просто сводит с ума. Даже подруга с сапахалом не спасает ситуацию. Но выход есть. Сумодельный уличный кондиционер. Нам понадобится несколько воздушных шариков. Наполняем шары водой и отправляем в холодильник до полной заморозки. Выкладываем ледяные шарики на блюдо. Помещаем блюдо между вентилятором и страдающей от жары подругой. Направляемый вентилятором воздух проходит через замерзшие шарики и становится немного прохладнее. Да, спасибо, так намного лучше. Сумодельным кондиционером стало чуть-чуть прохладнее. Самое время немного подвигаться. Для веселой игры с друзьями нам понадобится пара водных пистолетов, веревка и бумажные стаканы. В донышках стаканов проделываем отверстие. Нанизываем стаканы на веревки. Отверстие должно быть больше диаметра веревки, чтобы стаканы свободно по ней передвигались. Заряжаем пистолеты водой. Развлечение началось. Задача игры – замочить противника и как можно быстрее передвинуть стакан по веревке. Лето – самое время для спилого и вкусного арбуза, который к тому же прекрасно утоляет жажду. Проделываем зигзагообразные надрезы. Это будут зубы арбузной мордочки. Избавляемся от кожуры и вырезаем два зуба на нижней челюсти. Выковыриваем из арбуза алую мякоть. Приклеиваем удивленные бумажные глазки. Устанавливаем арбузик на разделочную доску. Несколько кусочков алой мякоти закладываем обратно. Добавляем кусочки дыни или любых других фруктов. Такой необычный глазастый арбузик вызовет неподдельный восторг у твоих гостей. Белые пуговицы на рубашке слишком скучно и обыденно. Сделаем яркие летние пуговицы из разноцветных трубочек. Срезаем гнущуюся часть трубочки. Прикладываем к утюгу, предварительно подложив пергаментную бумагу. Вдавливаем трубочку в утюг. При помощи щипцов плавим до самого конца. Делаем несколько пластиковых дисков. Нагреваем шило над пламенем свечи и проделываем отверстие. Пришиваем пуговицы к рубашке. Яркую личность не спрячешь за строгой рубашкой. Не любишь резать овощи из-за частых ножевых ранений? Мы знаем, как это исправить. Нам потребуется пустая пластиковая бутылка и канцелярская резинка. Рисуем на бутылке треугольник с закругленными сторонами. Вырезаем. Проделываем шилом отверстие. Продеваем в отверстие резинку и связываем ее концы. Надеваем пластиковую защиту на пальцы. Можно смело готовить салат и не переживать за сохранность пальцев и новенького маникюра. Хватит сидеть взаперти. Самое время выйти на улицу и немного разулечься. Расскажем, как поиграть в кольца с колючим кактусом. На куске картона рисуем фигуры продолговатой формы. Вырезаем. Красим баллончиком в бирюзовый. Вырезаем два картонных круга. Наносим по краю термоклей и склеиваем круги между собой. Избавляемся от середины. Окрашиваем колечко в нежно-розовый цвет. Пустой цветочный горшок для устойчивости наполняем камнями. Украшаем кактус яркими салатовыми иголками. Собираем воедино картонные части колючего растения. Устанавливаем кактус в горшочек. Задача накинуть кольцо на мексиканскую колючку. Это не так просто, как кажется. Этим летом ты будешь сиять, как настоящий бриллиант. Расскажем, как быстро и безболезненно украсить тело временным глиттер-тату. Нам понадобится разноцветный глиттер, прозрачный клей для тела и средство для снятия лака с ногтей. Для начала обезжирим кожу средством для снятия лака. Рисуем эскист тату капиллярной ручкой. Наносим клей на одну из граней бриллианта. Сухой кистью вбиваем в клей голубой глиттер. Смахиваем лишние блестки. Чередуя цвета, заполняем блестками весь рисунок. Как красиво сверкает на солнце твоя новая татуировка. А эта кепка удивит себя своей многофункциональностью. Нам понадобится кепка и две банки Кока-Колы. Крепление для банок изготовим из резинок и зажимов для бумаги. Фиксируем резинками жестяные банки. Сделаем трубочку для напитка из тонкого резинового шланга. Разрезаем шланг пополам. В каждую из банок вставляем по отрезку шланга. Соединяем трубочки горячим пистолетом. Но на этом функции суперкепки не заканчиваются. Нам понадобится обруч для волос, трубочка и маленький вентилятор на батарейках. Один край трубочки крепим к обручу, а второй приклеиваем к вентилятору. Надеваем обруч на голову, устраиваемся в шезлонге поудобнее, пьем любимые напитки и наслаждаемся приятным ветерком. Когда за окном изнуряющая жара, хочется, чтобы даже домашний декор напоминал о прохладе. Сделаем красивую гирлянду из мороженого. На куске цветного картона рисуем фигуру, напоминающую песочные часы. Вырезаем фигуру по контуру. Сделаем как можно больше разноцветных заготовок. Складываем фигурку пополам. Горячим пистолетом крепим к картону половинку палочки. Украшаем картонное эскимо на свой вкус. При помощи термоклея крепим эскимошки на веревку на равном расстоянии друг от друга. И склеиваем части картона между собой. Яркие десертики украсят комнату и добавят летней атмосфере капельку прохлады. Сочный арбузный веер – не только полезная вещь, но и стильный аксессуар. Сделаем его своими руками. Нам понадобится бумага и цветные карандаши. Рисуем по краям листа темно-зеленые полоски. Потом рисуем полоски салатового, терракотового и красного цвета. Оставшиеся пространства закрашиваем в ярко-алый оттенок. Рисуем черные арбузные косточки. Разрезаем лист пополам. Каждую из частей складываем гармошкой. Соединяем части веера. Укрепляем веер по краям деревянными палочками. Зной не застанет тебя врасплох, ведь у тебя есть красивый фруктовый веер. Даже в самый ясный и солнечный день тебя может подстерегать опасность. Злодеи банды черные чулки не дремлют. Перевоплощаемся в супер-ниндзю. По всей видимости, бандит не ожидал, что внутри такой милашки может жить настоящий мастер кунг-фу. Расскажем, как защитить себя от бандитов с помощью обычной черной футболки. Выворачиваем футболку наизнанку. С помощью мелка намечаем контуры рисунка. Расписывать футболку мы будем акриловыми красками. Покрываем рисунок бежевым тоном. Черным цветом обозначаем брови, глаза и переносицу. Придаем взгляду суровое выражение. Надеваем футболку и оттачиваем мастерство ниндзя-превращения. Настоящего бандита футболкой вряд ли отпугнешь, но друзей повеселишь точно. Подписывайся на наш канал и ставь лайк, если понравилось видео. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы первым смотреть наши новые ролики. Субтитры создавал DimaTorzok